Голос Якова. У микрофона Яков Кротов. Перед воскресеньем обзор новостей прошедшей недели. Для тех, кто смотрел раньше и теперь не может смотреть, а может только слушать, объясняю. Я наконец-то купил микрофон, который может работать с моим ноутбуком. И раньше я писал на микрофон на фотоаппарат и затем уже перегонял на ноутбук. Теперь вы лишены возможности видеть мое замечательное красивое лицо. Только слух. Новости затем будут храниться на сайте Патреон, предыдущие выпуски, а здесь появляться новые. На прошедшей неделе в Бразилии протесты против полицейского произвола после убийства 14-летнего чернокожего Педро Пинто. И надо сказать, что то, что пишут о Бразилии, очень похоже на то, что пишут, что происходит в Америке. Хотя, казалось бы, странно на противоположных концах экономического развития, а полицейский произвол одинаковый. И в реакции наших русских эмигрантов и не только эмигрантов на происходящее в Америке большинство эмигрантов настроено достаточно консервативно, я бы даже сказал, реакционно. И они говорят, вот надо соблюдать закон, и тогда ничего такого не будет. Вот этот бразильский мальчик, он маме звонил, он пошел к приятелю, это все трущобы, фавелы, там началась полицейская облава, искали наркотики. Он позвонил, что он заперся у приятеля, что они спрятались и не выходят. Ну и, конечно, никаких наркотиков там близко не было, но полицейские ворвались и просто начали стрелять. Точно так же, как на этой неделе в Израиле новость, солдаты ранили, ну как ранили, человек лежит при комнатной постели, 55-летний араб-палестинец Абдель Насар Хававу. Назвали понятно в честь кого президент Египта знаменитый Абдель Насар. Человек пошел в израильскую собственную часть и на контрольно-пропускном пункте пошел не в те вороться, он пошел туда, куда идут водители машин. Ему солдат в Израиле, строго говоря, не полицейские, а именно солдаты всем этим заведуют. Ну, одно слово, силовики. Вот я слабак, а они силовики. Солдат кричит, что ни туда, ни туда, стой, стой. Он идет, солдат выстрелил. Все по закону? Да, все по закону. Только Хайваб был глухой и остается глухим. И после выстрела. Он глухой. У него четверть детей, но он умственно надстал и не очень развит. И он не виноват, что он не слышал крика солдата. Виноват ли солдат, что у него в инструкции не прописано отдельно про глухих? Тоже как бы не виноват. Но только Хайваб не виноват, а солдат как бы не виноват. Понятно, что солдат более всего бережет свою жизнь. Понятно? Нет, непонятно. Вы понимаете, вот я за автомобилем, за рулем. Автомобиль весит тонну. И это маленький автомобиль. Даже, наверное, меньше 900 килограммов. У меня маленький автомобиль. И кто пользуется преимуществом на дороге? Всегда пешеход. Всегда. Потому что у него меньше массы. У него меньше возможности убить. Кстати, к велосипедистам это тоже относится. Новую манеру взяли. Едут среди пешеходов и звенят. Велосипедисты, самокатчики. А что звенеть? У тебя преимущество в массе, в скорости. Ты не должен пользоваться этим преимуществом. Это называется щепетильность. Наоборот, если ты опаснее, ты на меня налетишь, ты мне что-нибудь сломаешь. Я на тебя налечу, я тебе ничего не сломаю. Значит, щепетильность требует, наоборот, осаживать себя. Ну, в полиции в США на прошедшую неделю большая радость. Сняли наручники с Джейкоба Блейка. Тезка. Это тот самый человек чернокожий, которому семь пуль выпустили в спину. И про который говорят. Ну, а что он полез в автомобиль, неизвестно зачем. Вот ему и выстрелили. Ну, так вот, что показывает, что дело не в законе? Его положили. Человек без сознания в коме был и парализован. Пули попали в позвонки. Так его приковали наручниками к кровати. Когда об этом стало известно, поднялся хай. Сейчас почему-то говорят хайп. Ну, вообще-то хайп всю жизнь говорили. Поднялся крик, возмущение. Отцепили. Значит, высший закон – это высшие беззакония. Так говорили древние латиняне, древние римляне. Щепетивность не в том, чтобы соблюдать букву закона, а в том, чтобы оставаться людьми. Ну, что еще? Евреи в США, кстати, вот на прошедшей неделе, Черногория и Сербия под давлением Трампа признали Израиль. И собираются там открывать свои представительства. При этом еще и Эмираты тоже признали. Ну, тут отдельный скандал на прошедшей неделе. Натаньяху оправдывается, что он не давал согласия, чтобы американцы арабам продавали 35 истребителей F-35. Но похоже, что все-таки давал, хотя формально от него это не требуется. Но как бы Израиль, израильский лидер, должен следить, чтобы у арабов, соседей, не было мощного вооружения. Чтобы всегда было преимущество у Израиля. Мы маленькие, а не большие. Ну, и в результате вот этот хавав лежит в больнице, а маленькие стреляют в этого большого. Так вот, евреи в США, тем не менее, большинство еврейских организаций подписали обращение в защиту движения. И черная жизнь имеет значение. Black Lives Matters надо переводить именно как черная жизнь тоже имеет значение, потому что это отрицают. И евреи совершенно четко это мотивировали. Потому что во время последних двух недель на улицы вышла милиция. По-нашему, наверное, сказали бы дружинники, хотя в России была при советском режиме и милиция. Но там милиция была не милиция. Милиции как раз назывались дружинники. Только вооруженные. Речь шла в 1917 году о том, что власть принадлежит народу, и вооружен должен быть весь народ или может иметь право на вооружение каждый человек. И вот эти дружиннички с пулялками, силовики, вышли на улицы, но они почему-то пуляют вот как-то так в черных. Евреи встрепенулись и говорят, сперва в черных, потом в нас, потом в ирландцев, потом в итальянцев. Список длинный врагов, белых, протестантов и так далее. Список длинный. Напоминаю, что вот это сокращение WASP, White, American, Protestant, оно ведь, американцы любят значимую аббревиатуру, оно ведь означает то ли оса, то ли шершень. То есть это тот, кто может куснуть, а здорово куснуть. Вот собираются кусаться. Еще на прошедшей неделе были протесты у Рейхстага против чрезмерных мер санитарно-эпидемиологических. Я прямо скажу, протесты это были демагогические, в том смысле, что вот леваки достали, всюду 1984 год, никакой свободы. Это демагогия. Это действительно администрации, чиновники перестраховываются, потому что им не хочется отвечать за гибель людей на следующих выборах. С другой стороны, надо прямо сказать, что, видимо, просто надо больше денег вкладывать в медицину, а не в оружие. И тогда врачи тоже не будут перестраховываться, ведь паника началась с того, что стало не хватать мест в больницах и аппаратов, и ВЛ, искусственной вентиляции легких. Врачи забили тревогу. Не хватает. И в результате, вот, испушки по вирусу. А если бы было достаточно мест? Я уж не буду говорить, сколько больниц можно обустроить на деньги, которые пойдут на один истребитель F-35. Там, по-моему, 200 или 300 миллионов долларов. Не буду говорить, как говорили римские ораторы, когда начинали говорить самое важное. Я не буду говорить о том, что... Ну вот, я не буду говорить о том, что совесть надо иметь, Бога в душе надо иметь. А как его заимеешь? Бог – это не совесть. Совесть – это как треугольник для того, чтобы проверять прямой угол жизни или непрямой. А Бог – это одушевленный. Он одушевленный. Его... Он совсем для другого. Он не для того, чтобы проверять прямой угол или нет. А для того, чтобы проверять то, что я строю, нужно, хоть бы и с прямым углом или нет, может, я проверяю прямой угол в газовой печи, в осветцами. Прямой угол или непрямой. Есть вещи, которые не надо строить ни по совести, ни не по совести, ни халтурно, ни отлично. И я думаю, что наше счастье, что мы можем влиять на жизнь и не только потреблять, но и строить, и с другими вместе строить. Все, начинается мораль, прошу прощения, всех вам благ, до следующих встреч, завтра, в воскресенье, в полдевятого, непременно час чего-то, о чего, я еще думаю. С Богом!